здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала простой пенсионер вот сегодня мы александры решили показать я когда пока ехали на машине мы уже маленько сняли и об этом уже знаете давайте пройдемте это церковь как я уже говорил называется церковью святителя николая церковь стоит на берегу живописной нюрбинки но это почти что сам город в этой церкви например наша семья почти все я крещённый жена моя александра тоже крещённая мы еще с ней венчались в 2008 году тогда еще церкви не было а вот здесь вот посмотрите многие к сожалению многие дальше покажем многие деревья не прижились но вот две елочки там стоят они вот прижились а также хочу вам сказать что мой прадед роженый инакентий был священником качайка церкви церкви но качайка это такая местность и вот он успел покинуть этот мир покрестить меня это было в 1966 году в то время было советское так что все это делалось в тайне а через два года он покинул уже наш мир так вот пойдемте дальше вот он и так выложено вроде тоже вот нормально все вроде сделано но конечно не хватает средств чтобы содержать потому что ни государства никто не помогает церковь существует только на пожертвования и вот когда мы вам покажем лавочку я вам тоже расскажу здесь нет никакого ни бизнеса ничего а вот тоже вот эти деревья как хорошо прижились вот видите здесь то земля не предназначена видимо для леса и потому многие то погибли а так вроде которые прижились уже стало более менее а так было вообще пусто я тоже принимал участие в посадках этих деревьев так вот подойдете дальше вот покажем дом священника у нас является священником отец Анатолий он также является благочинным группы вилюйских районов значит он является как бы старшим не только у нас в Нюрбе но и в Сунтарах в Вилюйске и Вилюйске ну и на все это отвечает ну это благочинный это хиль такой я то сам хоть и крещеный но не такой воцерковленный так тоже разбираюсь но так просто по верхушкам ну пройдемте дальше вон там вот имеется дом священника но это не лишний его дом а именно вот дом который вот построили на пожертвование наших нюрбинцев ну и прихожан ну и помогали спонсоры конечно и этот дом остается все равно вот этот дом остается если например отец Анатолий будет служить в другом месте он как офицер куда его пошлют там он и как говорится и служит вот тогда любое другое священник тоже будет жить вот в этом доме но так как отец Анатолий сам с Солюкминска и он привык к труду у него там есть там свой маленький огородик сейчас пойдем и посмотрим а так вообще вот еще мы здесь Александра вставили вот крест вот покажите крест пожалуйста вот покажите крест зрителям и подписчикам а после уже установили вот этот вот железный крест они тоже вот эти кресты стоят на выходах нашей борьбы и на той стороне Вилюя получается как будто с четырех сторон нюрбу окружает кресты и они охраняют нашу нюрбу от нечистой силы и от всякого зла ну это вот так вот православие я вот не знаю я так ну вот так вот или принято или это позже дело вот это я точно не знаю ну вы можете знаю от этого давайте пойдем дальше сейчас будем смотреть какое хозяйство у отца Анатолия отец Анатолий очень хороший добрый пастырь я не видел никогда чтобы он на кого-то гневался кричал или ругался он всегда говорит спокойно выслушает постоянно человека объясняет все нормально ну такой как полагается потому что люди то разные бывают но как человек он просто такой вот простой вот здесь вот великопед стоит это наверное дочери или сына Татьяны или Владимира а так матушка Марина у нас наш отец Анатолий женат на матушке Марине но она работает в городе ну и бывает так что они то приезжают сюда вот недавно вот приезжали тоже то уезжают там потому что работа основная у Марины там в городе так что но матушка бывает здесь очень да часто ну и дети конечно приезжают здесь то раздолье а ну вот теплица посмотрим теплицу что там внутри растет у нас Александр сюда вот загляни так это по моему огурцы да да огурцы вот так вот все аккуратно все очень сразу видно что человек разбирается в огородничестве ну в теплицах ну в теплицах не то что какие да я хочу я могу только черную работу выполнять что Александр мне скажет то я выполняю ага а вот это уже грядки вот тут лук растет цветы но сейчас еще рано у нас в Якутии поздно начинается вот это вот все посадки ну потому что климат то у нас суровый так что мы всегда на месяц запаздываем от средней полосы России да даже от Сибири в Сибири и то намного теплее ну вот это вот такой вот маленький огородный участок а вон еще там укропчик растет лук а ну здесь вот наверное помидоры вот будут вон там вот виднеется угу хорошо а в этом году он не посадил что ли картофельное поле здесь тоже было вроде а от картошки видимо отказался здесь было до этого еще картофельное поле вот несколько лет подряд то есть сажал вроде а потом вроде не особо то и нужно ну ладно вот пока на этом мы приостановим съемку сейчас я пойду к отцу Анатолию и договорюсь чтоб он разрешил нам снять церковь изнутри если получится то мы еще залезем на колокольню посмотрим вид Снюрбы так что не прощаюсь и и и и и и